Это «Точка зрения». Меня зовут Дмитрий Пономарёв. Здравствуйте. Сегодня в гостях в нашей студии наш коллега, главный редактор радио «Казак-ФМ» Виктор Бабков. Виктор, привет. Привет. Виктор Бабков, привет. Виктор Бабков, привет. Это завершилось удачно. И, наверное, это был приятный подарок для жителей Республики Крым к пятилетию, к юбилею воссоединения Крыма с Россией, что мы накануне этой торжественной и весомой даты начали там свое вещание. Но с трех городов только начнется, я так понимаю. Дальше вы собираетесь расширять? Мы хотя бы хотим отстроить вещание в этих трех городах. Планы у нас всегда в голове есть, и мы не собираемся останавливаться. Как говорит наш шеф Виктор Мальчевский, мы всегда готовы к предложениям от партнеров в других городах. Если кто-то захочет, мы готовы эти предложения рассматривать. Но вот в этих трех городах мы вещаем сами. И этому тоже есть серьезная причина, серьезное обоснование. Потому что для нас выход на новый регион – это новый опыт и новый вызов. Мы захотели пройти весь этот путь самостоятельно, для того, чтобы прежде всего в техническом плане понимать, как это работает не только в пределах Краснодарского края, но и затрагивая еще другой регион. Поэтому, что касается технической части, мы сейчас учимся сами. Для нас это тоже новые открытия, прежде всего. Ну а творчески мы всегда находимся в этом процессе учебы и новых открытий постоянно. Смотри, ну рядом еще существует Ростовская область, Астрахань, то есть по сути, по дальности не намного отличается от полуострова. Почему решили именно там? Ну, наверное, это символично, да, потому что связи Крыма и Кубани всегда были достаточно тесными и по казачьей части, в том числе в Крыму достаточно активное такое мощное казачье общество и потомков казаков там достаточно много. Поэтому культура, которую мы как радиостанция пропагандируем, культура кубанских казаков, казаков вообще, она близка к крымчанам по своему духу, по менталитету. И мне кажется, что мы там не будем лишними в этом регионе для аудитории и найдем эту аудиторию, в том числе и в качестве дополнительного канала для распространения рекламы, да, тех программ, которые у нас есть в эфире. Что касается других регионов, вот ты упомянул, Ростовскую область, Астраханскую, туда же можно и Волгоградскую, и Белгород. Это области, где тоже сильны казачьи традиции. К нам обращались ребята, которые хотели бы транслировать Казак-ФМ в Ростовской области. Самостоятельно мы на тот момент не были готовы выходить в другие регионы, потому что достаточно большие финансовые затраты. Вот Крым мы решили, что мы потянем, да. А пока в другие регионы самостоятельно мы выходить не хотим, но теперь уже зная, как это реализовать технически, мы готовы поделиться своими знаниями с людьми, которые захотят начать транслировать Казак-ФМ в других регионах. Так что пишите, звоните, мы будем только рады. То есть, по сути, Крым таким, как неким пилотным проектом стал, да? Стартовая площадка, конечно, конечно. Еще раз подчеркну, это на самом деле колоссальная работа, которую мы до сих пор еще не закончили. И вот мы вещаем уже полтора месяца в Крыму, и по большому счету мы ежедневно что-то там доделываем, допиливаем. Прежде всего, это работа в техническом плане. Слушатели наверняка этого не замечают. Это видим только мы, это наша внутренняя кухня. Это настройка серверов, это настройка расписаний. Потому что пока эфир немножко отличается в Краснодаре и в Крыму. В Крыму нет прямых эфиров. Мы к этому только готовим техническую часть для того, чтобы начать транслировать прямоэфирные программы туда, на три города. Но все остальное расписание, все остальные программы, музыкальный плейлист абсолютно идентичны к краснодарскому вещанию. Ты сказал по поводу очень большого и мощного казачьего сообщества. Я абсолютно с тобой соглашусь в этом. Но хотелось бы еще понять относительно того, что у вас все-таки существует определенная стилистика, у радиостанции определенное такое фольклорное направление, казачье направление. А в Крыму, например, есть, если так навскидку привести в пример, очень большая крымско-татарская диаспора. То есть все равно наверняка есть какие-то небольшие различия в менталитете, во вкусах. Вы на это будете делать какой-то упор? Может быть, не в том, чтобы переформатировать сетку вещания? Может быть, какие-то новые проекты появятся? На другом языке скажем, я не знаю. Нет, у нас изначально концепция нашей радиостанции строится на том, что мы в эфире используем исключительно русский язык. Мы очень много говорим о тех людях разных национальностей. А Кубань – это тоже многонациональный край, больше 120 национальностей представителей здесь у нас живет. Мы постоянно о них говорим. У нас есть и специальные программы «Добрые соседи», где мы рассказываем о традициях, которые присущи этим национальностям, этносам. У нас есть рубрика «Песни для соседов», которые звучат песни черкесских исполнителей, адыгских исполнителей. Но единственное условие – это песни должны быть на русском языке. То есть эта музыка, эти программы должны быть понятны абсолютно всей аудитории на Казак-ФМ, неважно какой национальности она принадлежит. Безусловно, мы открыты для предложений в качестве музыкального материала. И если исполнители крымско-татарские, те же, которые живут в Крыму, пришлют нам достойную песню, которая впишется хотя бы в рубрику «Песни для соседа», мы ее обязательно поставим в эфир для того, чтобы привлечь их внимание тоже. По поводу специалистов вопрос. Это будут люди, привлеченные, например, из Краснодара, из Краснодарского края, или же будете на местах какие-то кадры искать? В данный момент мы… вот то, что в Крыму идет исключительно на Крым, да, это выпуски новостей. А мы их делаем сейчас самостоятельно. Благо, интернет, конечно, позволяет исследовать в режиме онлайн информационную картину, видеть, какие новости происходят в Крыму, и формировать ее по нашим стандартам. А пока мы работаем вот из студии в Краснодаре. Новости транслируются на Крым. Но мы посмотрим, да, нужно же все пробовать и щупать. Если интерес у аудитории будет высок, к информационной повестке Крымской, имею в виду, у аудитории Крыма, то мы наверняка, появится у нас в эфире, может быть, специальный корреспондент, который будет жить и работать там, и будет делать прямые включения в наши выпуски новостей, может быть, какие-то небольшие интервью с крымчанами будут звучать у нас в эфире. Все возможно, мы только начинаем. Насколько вообще трудоемкий процесс организовать радиовещание в другом регионе? Свободных частот, вот в чем проблема, да, мы очень удачно успели выиграть конкурсы в Крыму, когда только произошло присоединение Крыма к России. В других городах, особенно в городах крупных, практически нет, да, и поэтому мы не готовы идти в другие регионы, платить большие деньги за участие в этих конкурсах. Они появляются изредка, но мы пока не готовы. Поэтому мы больше рассчитываем на тех людей, которые либо имеют лицензии, либо находятся в стадии их получения. Если у них есть интерес к тому, чтобы транслировать радио Казак-ФМ, вот все остальное мы покажем, научим и поставим на рельсы. Потому что во всем остальном у нас уже опыт колоссальный вещания в Крае, и теперь уже организация вещания в Крыму есть. Ну что ж, спасибо огромное, желаю успехов в деятельности на новом, так сказать, информационном поле, и желаю, чтобы слушатели были благодарны, и действительно какой-то был отклик с их стороны, была обратная связь, чтобы это все действительно было не зря. Спасибо, надеемся, что именно так и будет. Это была «Точка зрения», до встречи на телеканале «Краснодар», всего доброго. Продолжение следует...